Приветища! Это контрабака Полизака, и мы продолжаем ловить преступников и защищать границу. Короче, я планирую сегодня, знаешь что, усилить наши границы. Усиливать мы будем, например, постовым Москович, или же у нас есть еще постовой Ковальский, или же Смирнов. Но для того, чтобы вот таких вот лентяев нанять, нужно иметь большие деньги. Нужно же платить зарплату, правильно? А у меня с ними не так все хорошо, с деньгами, в смысле. Так, у нас этот товарищ перевозит свинью на такой маленькой машине, реально, да? О, вот она сидит, какая хмурая свинья. Она живая, нет? Слушай, по-моему, она уже скопученная. Посмотри на его хвостик засохший. Я смотрю, месье, у вас колеса спущены, и переднее колесо спущено, и третье колесо спущено. Хм, мне тут, кажется, говорили, что если три колеса спущено, то это 100% контрабанда. Ай-яй-яй, бегу, короче, за ножиком. Там столько контрабанда у этого чижа, просто абзац, ножик нужен полюбас. Мужик, хлеб с маслом будешь, у меня ножик есть. Короче, смотри, смотри сюда, прям посередине. Вот так вот руба... Оу, сколько сигарет, ума, а? Все это забираем. Что ты хочешь сказать в свое оправдание, а? О, паньки, здесь будем выковыривать. Отковыривайся, говорю. И здесь сигарет, смотри, сколько. Ну, дает, а? Думал, что я не найду. Под багажником что-нибудь есть интересное? О, и здесь. Он везде натолкал сигарет, куда только можно. Ну, что, Максимов, будем арестовывать персонажа, да? Эта порча столько уберу. Вы имеете право хранить молчание, все, что будет сказано, будет сказано против вас. Нормально. Вот так. Максимов, тачку бери вместе со свиньей. Хотя, свинью можно пустить на шашлык, она все равно уже конченная. Следующий. Значит, здесь у нас уже бирочка с контрабандистом, у которого три колеса спущено, пропало. Остались контрабандисты из королевства Эркей. Один, одиношенько. Опа. Тут кто-то... Куриц, ты куриц везешь? О, смотри, вот это живые курицы, они хотя бы двигаются. Короче, вот этот персонаж хочет поторговать. И он принимает сигареты, пачку сигарет. А у меня есть прям очень много пачек сигарет, это контрабанда. Напоминаю, что я не имею права ее продавать, но я хочу попробовать. Не, он не покупает ее, слушай. Это засранец. А прикинь, сколько бы он сигарет сейчас получил. Этот персонаж не похож на самого себя. Ты посмотри на вот эту фотку и посмотри на его лицо. Ни морщин, ни бороды. Сразу же в отчете фото не то. И он, кстати, у нас из Королевства Эркей. Но у нас есть эмбарго на товары. Запрещен въезд водителям, перевозящим товары. И багаж из Королевства Эркей. Дружочек, зря ты сегодня приехал, сегодня не твой день. У тебя как бы все ок, но пропустить я тебя не могу. Давай, до свидания. За что? Просто не твой день. О, какая Нива приехала зачетная. Четыре на четыре. Багажа нету. О, вас повысили. Увеличенная награда за досмотр. И теперь вы можете позвонить Владу, чтобы он приехал с инструментами. А Влад теперь может ко мне приезжать. Дослужился. Ладно, сыграю с тобой в русскую рулетку. Пропущу и посмотрим, что мне сделают за это. Я лично ему шлагбаум подниму. Давай, давай, проезжай. Вот так вот. Поехали. Смотри-ка, и вправду. 130 баксов я заработал на нем. Это хорошо. Я заработал прилично бабла и думаю, что могу нанять себе помощника. Как минимум на москович я накопил. Покупаем. Смотри, вот такой перец у меня будет сидеть. Но могу сделать вот такого. В броне. Мощный. Но пока денег нет, поэтому... Поэтому ладно. Пойдем посмотрим на его рабочее место. Здравствуйте. Ты что расселся так? Начальник зашел. Надо там встать, честь отдать. Засранец. Ладно, пофиг с тобой. Смотри вон за заключенным. Чтоб он тут по струнке у тебя ходил. Походу у нас тут телеграмма. Служебный телефон. Теперь вы можете заказать мобильный магазин Влада. Магазин будет доступен до конца текущего рабочего дня. Вы найдете его в полицейском гараже. Получайте новые звания, чтобы иметь возможность заказывать перевозки заключенных и контрабанду. А что Влад у меня в полицейском гараже делает? Не понял. Так, пойдем посмотрим. Я думал, типа я позвоню Владу. Влад, здорово, привези мне там кое-что. И он приезжает. Но нет, все не так просто. Вот он полицейский гараж, но я... Он закрыт. Ну давай попробуем по телефончику что-нибудь там намутить. Во. Вызов снабжения. Двести долларов. Прикинь, это стоит. Фургон Врада... Врада... Влада припаркован рядом с гаражом. Вон он, он реально приехал. Блин, зачем мне двести пусков? Я просто взял и бабло выкинул. Владяо, здорово. Давненько не виделись ножички, патрончики, пестики. Круто. Поторгуем, да? Может, купишь у меня обратно пистолет все-таки? Нет? Давай гранату купим за сто пятьдесят долларов. О, денежные. Погоди, я в минус улетел. У меня только что сняли за содержание таможни. Блин. Буквально доля секунды я бы купил эту гранату. Эх. Извини, Владян. Я пошел спать. У меня печальные новости. Я теперь бомж. Даже на развлекуху не хватает. Там, знаешь, в клубе щек какой-нибудь скататься, потусить. Важный телефонный звонок. В такую начину вернитесь в офис на посту и получите новый приказ. Ладно, ладно. Ну, прикинь, посреди ночи разбудили меня. Ой. Алло. Командир. Нам удалось выйти на след этого предателя Гаврилова. Сейчас он находится в магазине у Влада. Немедленно поезжайте туда и следите за ним. Он может вывести нас на укрытие повстанцев. Ё-моё, я только что Влада сюда вызвал. Как он может быть там? Ёлки-палки. Владяу. Ты зря... Влад-то у меня стоит вон его. Тачка. О, смотри, мне другую тачку дали. Ни-нифигасе. Да блин, перепрыгни ты. Открой мне шлагбаун. Шлагбаун. Чёрт подери. Да как же так? Ты мне новую тачку выкатил, да? Чёрный мерин, чёрный мерин. На пятёрке буду кататься. Хотя не, это же шестёрка. ВАЗ-2106. Похож, похож. Владяу, чё там у тебя за преступники тусят, пока ты у меня тут сидишь, а? Я тебя подозреваю. Я подозреваю. Ладно, всё, я поехал. Я поехал. Ммм, какой роскошный салон, слушай. Ну, реально, Мерседес. Так, а где тут зажигание-то? Как у гоночного болида. Поехали. А приборка-то какая? Приборка-то, посмотри. А как свет включить? Пачки, вот свет включили. Стоп, мне надо в другую сторону. Нифига себе, на этой тачке дрифтить можно. Слушай, мау, смотри, как едет. Ой, блин! Чёрт. Я надеюсь, механик меня за это не убьёт. Мы подъезжаем к месту преступления. Следите за Гавриловым. Мне бы бинокль. Вон он, Гаврилов. А, подождите, надо свет выключить. Куда же ты поедешь, засранец? Капец, он долгий. Игра проиграна, и Гаврилов вас заметил. Твою ж мать! Я так и знал, что фары меня спалят. Ладно, послежу с этого места за ним. Так, знаешь, это в лесу, где мало машин ездит, стоит неподалёку от него чёрная шестёрка, и как будто вот не видно. Мне надо завестись, он, кажется, сейчас поедет. А зачем фары включил? Так, мы завелись, поехали за ним. Фары врубать не буду. Какой-то детектив начинает. О-о-о, Гаврилов, кажется, я понял, как следить за его вниманием. Ну, в смысле, за вниманием Гаврилова. Сверху шкала появляется. Он меня может палить в зеркало заднего вида. Кстати, а где здесь зеркало заднего вида? Цель слишком далеко. Я догоню его. Я же молния! На шестёрке. Вот опять. Он подозревает, что за ним следят. Но в тот же момент он меня не видит, потому что моя шестёрка чёрная. Он что, на лесопилку едет, что ли? Что тут вообще происходит? Что это за бомжатня? Тут надо будет заехать посмотреть. А, где Гаврилов? Гаврилов смылся. Машу жуать. Нет, вот он, я его нагнал. О-о-о, кустики с ягодой. Надо выйти ягоду посыпать. Да чёрт подери, о чём я думаю? У меня же слежка, и кажется, меня палит Гаврилов. Он сверху шкала набирается. Машина. Тихо едем. Тихо будем. Ещё будет двигатель, тихо у меня шумел. Он тут повернул, да? Вон он, вон он, вон он, выехал. В трёх соснах заблудился. Опа, стоп, 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 стоп. Он остановился. Он остановился, и задний ход. Задний ход, вот так вот. Ни черта не видно, что он там делает. Он просто остановился. Цель слишком далеко. Да вы определитесь, либо я близко, либо я далеко. Непонятно. Он вышел куда-то. Что он делает там? Он разжёг костёр? Фонарь взял, смотри. Он взял фонарь и пошёл куда-то. Так, попал. Погоди. Цель слишком далеко. Я за ним пойду. Остановился, развернулся такой. Смотрит, не идёт ли за ним кто. Тут тропинка вообще капец. Смотри, что это за зигзаг? Я бы на месте Гаврилова просто на перерез пошёл. Если он сейчас повернётся, я такой, хопа. А он сейчас повернётся. А я за дерево. Смотри. А-да-да. Угу. Хе-хе-хе-хей. Слепошарый. Блин, прикольно. Гаврилов. Ну ладно, не надо кричать Гаврилов, а то он поймёт, что за ним следят. Все остальные выкрики, они были как бы, ну, уместны в лесу. Я имитировал животных. О, это что за здание? А это что такое? Электровышка. Точнее, не вышка, а просто... А, неважно. Что же в этом здании? Гаврилов, ты куда меня привёл? Там причём кто-то есть, смотри. Дым идёт из трубы. Аж искрит. Поставил лампу. Ты меня за деревом не увидишь. Мне внутрь надо, за ним идти. Давай-ка я ствол возьму на всякий пожарный. Так. Окажите сопротивление Гаврилову. Ладно, я готов. Комары летают. Товарищ, смелее, входите. Я не вооружён. А, прикинь, Гаврилов мне говорит. Здорово. Ты, оказывается, всё знал, да? Ты всё знал, что я за тобой слежу. Ну хорошо, давай поболтаем. Садитесь. Я знаю, что вы здесь ненадолго. И не знаете всей правды. Я вообще ни хрена не понимаю, что происходит. Этот тиран Акаров избавляется от всех, кто стремится к свободе и демократии. Лидер оппозиции Михаил Гарин едва выжил после того, как его пытались отравить. Созданный им кровавый кулак сделает всё, чтобы остановить эту преступную систему. Вы можете продолжить выполнять приказы коммунистов или присоединиться к нам и спасти эту несчастную страну. Ну, мужик, я не знаю. Твои люди пришли ко мне на границу и хотели меня убить, поэтому я тебя нафиг арестую. Надо было раньше со мной договариваться. Дружище, ты совершаешь большую ошибку. Гаврилов знает, что его ждёт, но не сопротивляется аресту. Всю дорогу до отдела полиции вы храните молчание. Вы постоянно повторяете про себя его слова. Когда предатель прибыл на место, бывшие друзья устроили ему тёплый приём. Короче, Гаврилова избили очень жёстко. Действительно, тёпленький приём. Миссия выполнена. 400 долларов у меня в кармане. Фух, я не в минусе. Я не в минусе, Владяо. Ты не уехал ещё? Он здесь. А это говорит о том, что я смогу у тебя купить всё-таки гранату. А может, и что-нибудь другое. Например, автоматик. А, он 1300 стоит. Это капец, как дорого. Ладно, нет, я, короче, гранату не буду покупать. Раз такие дела. Я пойду и куплю себе ещё одного подчинённого. Пускай он пост охраняет на выезде. Наш Ковальский. Здорово, Ковальский, как дела? Смотри мне, чтобы вот этот шлагбаум никто не пробил и не уехал без досмотра. А я пошёл спать. Наконец-то можно подрыхнуть. Стоять! Вставайте! Впереди ещё один насыщенный день на границе. Ну, такой себе. Насчёт насыщенный. У нас до сих пор контрабандист Королевства Эркей не пойман. Так что надо будет ловить его. Там уже подъезжает. Доброе утро! Вы откуда? Доброе утро! Ладно, ладно, я выхожу. Я спросил, откуда вы? Ну, короче, документы давай. Королевство Эркей! И вы явно что-то перевозите, да? Не, пустой едет, слушай. Чё-то фотка не соответствует. Вообще не соответствует. Даже на подбородке нету трещин, как у вас вот здесь. Короче, фотка сразу минус. О, так у него и фамилия с отчеством не совпадает. Это вообще попадос. У него ещё и паспорт просрочен. Дружочек, ты походу контрабандист? Я посмотрю, что тут у тебя... А это что такое? Фальшивые деньги? Ты чё, сбрендил, что ли? Так прятать? О, отлично работает. Ты делаешь это всё лучше и лучше. Мне начальник похвалу выдал. Ну, я теперь думаю, буду осматривать тачки с пристрастием. Короче, ты арестован, дружбан. Тут и разговаривать не о чем. Посиди, подумай. А ты посиди и последи. А я пошёл. О, так это был тот самый контрабандист. Ха. На которого была сводка. Я его поймал. Теперь у меня доска чистая. О, блин, прикинь. Я выпустил последнего. Мне говорят, у вас доступна новая миссия. Готов ли я? Конечно, готов. Перестрелка. Наш осведомитель сообщает о готовящемся нападении банды Оберанкова на отдел полиции. Поможете защитить отдел? Конечно, помогу. Принять. Так. Доберитесь на место, прежде чем и сечёт время. Всё, я поехал. Мне, походу, куда-то туда бежать. Где мой чёрный шестёрыч? Чёрный шохер, чёрный шохер. Ладно. Поеду на буханки. Она не такая заметная, как чёрная шестёрка. Потому что она с мигалкой. Так, мне нужно врубить мигалку. Ты чё? Ты оборзел? Блин, времени нет. Я бы тебя арестовал. Засранец. За то, что ты меня сбил. Всё, врубай мигалку и поехал. Ну, ничего себе. На своей вот этой тарантайке въехал мне в жопу. Вообще бешеный. Надо было всё-таки у Влада купить гранату. Ох, ёлки, у них там чё, пожар? Чё за тачка? Смотри, меня подрезали. Меня подрезали. Всё, бежим, ребята. Стволы достаем. Я здесь, я здесь. Главное, своих не подавить. Выхожу. Выхожу. Надо только вырубить это. Ты куда в тачку лезешь? Как она выключается-то? Мигалка. Ёлки-палки. Нифига себе. Я думал, тут огонь горит. Тут уже напали вовсю. Но нет. Чё там? Кто там? Я, как обычно, пойду в обход. Надеюсь, что меня не подстрелят. Я бы ещё, конечно, прикупил бы себе бронежилет. Вот он, вот он. Бах. Готов. Бах. Меня запалили. Блин, как автомата не хватает. Ух ты, где-то отсюда. Где-то отсюда. 20 человек надо остановить. Слушай, это дофига. Не попадаю. Краната. Чемись. Ох ты ж, ёлки. Зашибись. Хорошо, что у меня обоим хватает. Да ты ж... Дохни уже. Живучий перец. Так, где мой дробаш? Надо его использовать вообще хоть раз. Подхожу в упор к тебе. Привет. На тебе. Гранату кто-то кинул. Я как терминатор врываюсь. Ёлки-палки. Я здесь посижу. Отдохну. Ребят, по мне только не стреляйте. Свои же, блин, лупят. Чёртова перезарядка. Не успел кинуть гранату. Еее. В пузо получил. Пару дробин. Возьмемсот баксов в кармане. А, стой, подожди. А чё, все исчезли, да? Ну, вот эта скукота. Всех, кого я тут подбомбил, все исчезли. Да уж. Ну что ж, по крайней мере, я спас отдел полиции. Без меня бы они точно не справились. А я перезаряжу свой дробаш и поеду домой. Отсыпаться. Кстати, у меня контрабанда же есть. Куча пачек сигарет и ещё фальшивые деньги. Заберёшь? 69 долларов за всё. Ладно, пойдёт. Я поехал, короче. Если чё, обращайтесь. Эээ, Фиксик, Репин. Забыл, как тебя зовут. Почини тачку. Товарищ, надеюсь, что всё удалось решить. Вообще, без бэ, всё нарешал. Всё чётко. Я сейчас пойду ещё одного чувака найму к себе на работу. Смирнов, ты нанят. У меня теперь полный фарш. Получено достижение. Команда в сборе. Я хочу ещё апгрей... А, нет. Поскольку я Смирнова нанял, я теперь не могу обновить свой дом. Буквально 50... А, 45 баксов не хватает. А чё по тачке? Я могу себе шестёрку купить? 1200 долларов. Почему бы и нет? Покупаю. Репин, ты зря тачку мне ремонтировал. Я себе шоху заказал. Служебную. Ну, а как... Чё, как быстро пригнал? Ну, ёлки-пак, ты посмотри. Чёрная мне, конечно, больше нравилась, но это тоже огонь. Слушай, а где Смирнов-то у нас сидит? А, вон он, он там наверху. Пойдём к нему поднимемся. Смирнов, ездить твою мадридь. Как на тебя добраться? Вокруг я бежал, там лестницы нигде нету. Тут как бы лесенка есть, а вот тут нигде никак не подняться. Ну, что за дела? Смирнов, бди за площадкой. Ну, а я дрыхнуть уже. Уже сколько времени вообще? О, вот, вот. Сейчас будет 8 часов. Через 35 минут я спать. Долой тунеядство. Вчера генеральный секретарь подписал закон о всеобщей трудовой повинности. Однако есть профессии, которые в нашей стране уже не нужны. Вы найдёте их список на информационном щите. То есть, это как-то есть профессии, которые уже не нужны. В общем, я опять бомжу, у меня минус 205 долларов. Я как-то, знаешь, получаю деньги и сразу же их в этот же день спускаю. В нулище просто. Но о том, как я буду дальше выживать, что я буду покупать и как тратить бабосики, ты узнаешь в следующей серии. Если тебе нравится, то не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить её. Ну, а мы с тобой увидимся в следующем ролике. Так что, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok